Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. На библейский портал Экзегет поступил вопрос. В чем подлинное богатство? Я думаю, что богатство, то, что человек имеет, то, чем человек обладает, может быть очень разным. И в Евангелии мы неоднократно слышим призывы Господа о том, какое именно богатство мы должны собирать. Бывает земное богатство, это материальное имущество, это какой-то статус, это власть, это какие-то ресурсы земные, которые мы можем обладать. И Господь вот говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где вор подкапывает и крадет, где моль истребляет эти богатства. И действительно, вот любое земное имущество, любое земное богатство, оно тленно. Сколько бы жительниц с зерном мы не построили, сколько бы счетов в банке у нас не было, когда придет наш последний час, последняя минута, окажется, что это ничто, что взять с собой мы это не можем. А даже и до того, если жизнь наша будет продолжаться, как легко это разрушается, как легко это отнимается. Сегодня ты на вершине какой-то вот такой человеческой пирамиды, у тебя очень хорошая позиция по таким земным меркам, а завтра ты подсудимый или странник. От суммы до тюрьмы не зарекайся. Сегодня у тебя много имущества, а завтра у тебя много долгов. Как легко все это происходит, как легко злые люди или обстоятельства, или промысел Божий, или еще что-то разрушает наше богатство. Промысел Божий тоже может повлиять на это, потому что не всегда нам полезно иметь земное богатство. Иногда нужно выбить из-под нас вот какие-то подпорки для того, чтобы душа наша, оживая, начала двигаться. И вот не это мы должны собирать. Мы должны собирать богатство, которое на небе, потому что это богатство не исчезает, не пропадает. Все материальное, оно может нам принести какое-то небольшое удовлетворение, но насытить до конца не может нас никогда. Сколько бы человек не выпил воды, через некоторое время ему опять захочется пить. Сколько бы не было имущества, все равно будет хотеться еще и еще. А на самом деле, может быть, и не нужно нам такое количество. Можно иметь очень небольшое количество имущества и так над ним трястись, что это тоже будет занимать все силы, время, энергию человека. Поэтому земное богатство – это второстепенная для нашей подлинной жизни вещь. А вот небесное богатство – это то богатство, которое ни вор не может украсть, ни моль не может уничтожить и никакие другие обстоятельства. Все можно у нас отнять, но нельзя отнять любовь к Христову, нельзя отнять внутреннюю радость, которую дает вера, нельзя отнять вот это подлинное небесное богатство – мир, стяжание Духа Святаго. Вот все то, что дает Дух Святой, все это неотъемлемо. И не только в этой жизни, но и в жизни вечной. И вот поэтому Евангелие говорит нам, ищите прежде всего Царствие Небесное, а остальное все приложится вам. Поэтому подлинное богатство, то, которое счастье человеку дает, блаженство, я бы сказал, человеку дает, это богатство духовное, которое может быть нами обретено через молитву, через добрые дела, через все то, к чему нас призывает Церковь, через самоотвержение, через следование Христу и Его заповедям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok